Всем привет! С вами Станислав, интернет-магазин feeltime.com.ua. Сегодня на обзоре у нас часы от молодого микробренда Spinnaker из коллекции VREG. Эти часы являются хамажом на Rolex. Перед тем, как мы начнем разбор наших часов Spinnaker, я прошу вас поставить пальцы вверх, подписаться на этот канал, так вы будете максимально оперативно получать уведомления о выходе новых роликов. Ну и плюс, конечно же, мне приятно. Напомню в двух словах, что хамаж это когда менее известный бренд берет за основу дизайн другого, более премиального бренда и делает похожие часы, но уже по-своему и под своим брендом. Не путайте хамаж с копией. Копия это незаконно созданный продукт, который выглядит точь-в-точь как оригинал. То есть, если на оригинале написано Rolex, то и на копии будет написано Rolex. Но вы же понимаете, что это не Rolex. Прелесть хамажа заключается в том, что эти часы все же имеют свое лицо. Да, здесь есть нотки того самого Rolex, но какие-то похожести сейчас можно найти практически в любой модели, даже в премиальной. Если честно, я так до конца и не понял, на какие из Rolex для меня более всего похожи эти часы Spinnaker. Если говорить о корпусе, то это, скорее всего, не самые популярные винтажные Milgauss без защитных наплывов с заводной головки. Если говорить про браслет, то это GMT Master. Если говорить про безель, то это легендарный Submariner. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Корпус и браслет часов сделаны из нержавеющей стали, искусственно состаренной в заводских условиях. Смотрится это очень необычно, плюс какие-то естественные царапины эти часы будут скрывать. Отделка корпуса мне нравится. Здесь юбилейный браслет, также очень неплохого качества. И, что приятно, застежка типа бабочка, которая скрывает механизм крепления. Плюс это очень удобно. Размеры часов не самые маленькие. По безелю 43,5 мм. От ушка до ушка 50 мм. Толщина 13 мм. И вес 166 грамм. Модель достаточно увесистая. Вот так часы смотрятся на моем запястье 18 см в обхвате. Немножко позже я покажу в другом ракурсе сверху. Ну а пока самое время поговорить о характеристиках. На борту модели установлен надежный и неприхотливый японский механизм Seiko NH35A. Часы заводятся от естественных колебаний на вашей руке. Есть ручной завод, есть стоп-секунда. Запас хода около 42 часов. Задняя крышка здесь закрыта. Здесь не самая глубокая, но тем не менее приятная гравировка. В часах установлена водозащита на уровне 200 метров. Головка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. С такой водозащитой можно заниматься дайвингом. Ход к головке по резьбе плавный. Для фиксации интервала времени под водой есть безель на 120 кликов. Вход четкий и уверенный. Щелчки дорогие, ему нравятся. Никакого люфта здесь и нет. Единственное, насечки немножко резковаты. Могло бы быть и лучше. Хотя в целом безель мне очень нравится. Также в модели красивое куполовидное сапфировое стекло. Устойчивое к царапинам. Здесь есть антибликовый слой. Отрабатывает хорошо читаемость циферблата на 5 с плюсом. А теперь давайте более детально рассмотрим циферблат этих часов. Циферблат в тон корпусу. Имеет состаренную текстуру. Здесь правильной длины стрелки. Хорошо выделена секундная стрелка красным цветом. Такие леопардовые стрелки и метки. На которые нанесен состав швейцарской суперлюминога, которая накапливает энергию и светится в темноте. Как и обещал, показываю часы на своем запястье 18 см в обхвате. Четко от ушка до ушка сидят на кисти. Нигде ничего не выпирает. Это как раз таки мой размер. По итогу хочу сказать, что это часы классного качества, с классными характеристиками. Все то, что обычно можно найти у микробренда, вы найдете в этих часах. Это и качество отделки, это и топовые характеристики. И это всегда невысокая цена. Если вам нравится стилистика вот таких повседневных винтажных часов, то это может быть вполне ваша модель. И также, если вам нравится стиль роликса, вы абсолютно категоричны к копиям, то эти часы вам также могут понравиться. Я напомню, что у нас только оригинал. Часы с гарантией 2 года. Ссылку для приобретения этих часов я оставлю в описании к этому ролику. Ну а на этом буду заканчивать. Еще раз напомню, что мне будет приятно, если вы поставите пальцы вверх этому видео, подпишитесь на канал. На этом все. С вами был Станислав. Всем хорошего дня. Пока. Продолжение следует...